Здравствуйте! В ближайшие дни экипаж МКС увеличится вдвое. На Байконуре идет подготовка новой космической экспедиции. Старт пилотируемого союза намечен на 19 декабря. По русскому календарю это день Николая Чудотворца, которого в Европе и за океаном именуют Санта-Клаусом. Продувка скафандров, примерка корабля. Очередной экипаж экспедиции МКС знакомится с обновками. Корабль «Союз» с порядковым номером 07М будто с иголочки. На нем россиянину Роману Романенко, американцу Томасу Машберну и канадцу Крису Хатфилду на днях предстоит стартовать с российского космодрома Байконур. Последний, или как говорят сами космонавты, крайний пилотируемый запуск в этом году. Бой курантов они услышат уже на орбите. Мы знаем, что у нас будет ближайших три праздника. Это Рождество, потом Новый год, потом еще одно Рождество. Потом еще несколько праздников. Поэтому у нас есть время для того, чтобы подумать, как мы их будем отмечать. Экипажу под командованием Романа Романенко предстоит встретить несколько космических грузовиков с новым оборудованием, американские космические корабли, совершить два выхода в открытый космос. И, как обычно, множество научных экспериментов, почти полторы сотни на троих. Однако сначала экипаж встретит дату 21 декабря, день, который с опаской ожидают на Земле, космонавты проведут на орбите. Прибытие к МКС как раз запланировано на конец света по календарю мая. Но покорители Вселенной об апокалипсисе даже не задумываются. Тем более, что 21 декабря произойдет юбилейная 150-я стыковка корабля «Союз» с орбитальной станцией. Что говорят по поводу конца света в Америке или в Канаде? Конца света? Да. 21 декабря. О, извините. О, конца мира? Конца мира, да. Будет интересно, что у нас будет стыковка во время последних дней в мире. Это интересно. Мы только будем наблюдатели космоса. Интересная перспектива у нас будет. Если же представить, что вопреки прогнозам ученых конец света состоится, то экипаж МКС станет последними землянами. К счастью, это лишь фантазия. 21 декабря завершается один из самых долгих периодов космического календаря «Майя». Именно в это время космонавтам предстоит стыковка с МКС. А землян ожидает начало астрономической зимы, самая длинная ночь и самый короткий день. На Руси это явление называли «Солнцеворотом» и отмечали как «День рождения Солнца». Огромный протуберанец отделился от Солнца и направился прямо к Земле. Ломаются все энергосистемы, планета накрывает тьма и хаос. Именно такой сценарий апокалипсиса человечеству предрекали осенью этого года. 21 сентября и 21 марта – это особые дни календаря. Это дни, когда Солнце и Земля находятся по-особому. На орбите и в это время действительно наблюдаются наилучшие условия для производства магнитных бурь. Сразу говорю, день был еще спокойнее, чем сейчас у нас. То есть вообще гладь. По сути, наша Земля расположена рядом с огромным ядерным реактором. Каждую секунду Солнце извергает 4 миллиона тонн заряженного вещества. Солнце дает нашей планете жизнь, но и неприятные сюрпризы звезда может тоже преподнести. Мощные вспышки способны вывести из строя спутники, нарушить связь. Но не более того. Из больших событий на нашем веку, это 2003 год, была тоже большая, вспышки были большие. Но в это время даже запускали спутники. Между двумя вспышками Роскосмос запускал спутник военный, я помню. И нормально ничего, все сработало. По календарю мая, 21 декабря завершается одна эпоха и начинается другая. Но человечество не погибнет от Солнца, уверяют специалисты. Хотя сейчас звезда и переживает активный период, она спокойна. У нас есть возможность заглянуть и в будущее. И в частности, если посмотреть, то где-то в районе обсуждаемого конца света, Солнце будет вот таким. Это очень спокойная погода. Более правдоподобен сценарий глобальной катастрофы с участием астероида или кометы. В 1994 году весь мир наблюдал за падением на Юпитер кометы-шумейкеров-Леви. После такой мощной бомбардировки гигантскому Юпитеру понадобилось две недели на восстановление сил. Упади такая комета на Землю, трагедии не миновать. Образовался бы кратер, огромного размера, кратер порядка 100 километров. Если бы упала целая комета. Если бы вот такие, ну если бы вы видели фантастические фильмы, нет астероид. Что происходило, когда пытались остановить комету, комета летит на Землю, ее пытаются как-то предотвратить, это столкновение, и посылают, например, какой-то аппарат, который разбивает этот астероид. Ну и что? Вместо одной кометы вы получаете вот такое. Это значит, по огромной поверхности идет бомбардировка еще хуже, чем одна комета. Ученые подсчитали, чтобы стереть с лица Земли все живое, достаточно космического тела размером с километр. Такое количество пыли выбрасывается в атмосферу, что наступает ядерная зима. Подобные события в истории нашей планеты уже были. Они так и называются «великие вымирания». Последнее случилось 65 миллионов лет назад. Астрофизики заверяют, современному миру не стоит опасаться астероидов-убийц. По крайней мере, в декабре этого года. Сейчас мы знаем почти обо всех астероидах околоземных крупнее, чем один километр. Таких тел уже, в принципе, не стоит опасаться. Они, большинство тел, почти 95% тел уже известно. Для них посчитаны, определены хорошо орбиты, и они с Землей не столкнутся. Вот и получается, что гибель от смертоносного астероида тоже отменяется. И судьба динозавров нам не грозит. Хотя ряд ученых полагает, что этих царей природы погубило вовсе не космическое тело, а обычные законы мироздания. К тому моменту, когда вот этот крупный астероид действительно имел место быть, упал к этому моменту, почти все динозавры уже вымерли. И они начали вымирать, по крайней мере, ну так, довольно интенсивно, по крайней мере, миллионов за 10 до того, как случилось это событие. Угроза из космоса пока гипотетическая. Скорее всего, опасность для всего живущего представляет сам человек. Его эгоизм и по отношению к другим, и по отношению к природе. Но это вопрос уже не к науке и не к календарю майя. Впервые чемпионат мира по парашютному спорту прошел в Арабских Эмиратах. В Дубае собрались сотни покорителей неба, которые соревновались в точности приземления и в купольной акробатике. Парашютный спорт исторически связан с космонавтикой. Многие космонавты и астронавты начинали свой путь на орбиту именно под куполом парашюта. Сегодня на МКС трудится потомственный парашютист, космонавт Евгений Тарелкин, за плечами которого почти тысячи прыжков. А в центре подготовки приступил к тренировкам новобранец звездного отряда и бывший участник соревнований скайдайверов Петр Дубров, парашютист со стажем. Небо и космос покоряются смелым. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин